МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует самая народная программа Деревенька. Первонаперво желаю вам хорошего урожая. Уже можно говорить об этом. Вы не зря старались. И сегодня мы будем рассказывать и показывать цветную и ягодную красоту и еще много всего интересного. Я с удовольствием приезжаю в гости. Каждый раз для меня это большая радость. Спасибо вам большое за то, что вы есть и за то, что вы именно такие. В четвертый раз Александрия собирала друзей. Праздник получился замечательным. Мы жестоко подошли к вопросу содержания в личных подворьях работающих. Хозяйство Могилевщины приняли меры предосторожности против проникновения африканской чумы. Спасибо вам, красным следопытам, администрации школы, за ваш вот такой неоценимый труд, что вы нашли нашего сыночка. Где он погиб, мы не знали. В деревне Сухари Могилевского района снова отдают дань своей истории. А в Александрии отгремел праздник Купалья. Именно отгремел. Тысячи гостей съезжались на Шкловщину, чтобы своими глазами увидеть самый внушительный костер Купальской ночи. И деревенька не была исключением. Нынче праздник в Александрии только в первый день собрал рекордные 62 тысячи гостей из Беларуси, России, Украины. За четыре года существования праздник успел стать семейным, традиционным, по-настоящему народным и долгожданным, как для организаторов, так и для местных жителей. Ощущение праздника остается, когда много работы. Поэтому и много работы, и ощущение праздника. Я надеюсь, что все люди, которые пришли на это мероприятие, уйдут удовлетворенными, найдут, опять же повторяю, папу Росквецку. Во всяком случае, встретятся с друзьями. И определенное удовольствие от этих встреч они получат, конечно. День такой солнечный, хороший. Все здесь очень хорошо, красиво. И в дальнейшем хотелось бы видеть такую Александрию, просветающую. Вот смотрите, какие у нас наряды красивые. Посмотрите, какие красивые люди наши. А песни какие наши. У нас все прекрасно, все хорошо. А погода какая у нас. Все великолепно. Я считаю, отличный праздник. И слава Богу, что он проходит у нас этот праздник каждый год. И я гляжу, он все больше и больше расширяется и расширяется. Место, где проходит праздник, символично. Когда-то через эти земли проходил путь из Варяг в Греки. Не заросла нарубный тропа к шкловским землям и сегодня. Несмотря на жару, торговля шла бойко. Домой мастера вернулись не с пустыми карманами. Общий товарооборот составил 1 миллиард 200 миллионов белорусских рублей. И неудивительно, сотни мастеров ежегодно встречаются в Александрии на символичной выставке продажи достижений народного хозяйства, чтобы поделиться древним мастерством своих регионов. Мастер Валерий Калтыгин с коллегами демонстрирует чудеса керамики. Превращение обычной глины в произведение искусства с бобрусским почерком. Рядом гости с Витебщиной делятся рецептами национальных блюд. В нашем регионе пекли хлеб на кленовых листьях. Вот это представители, это хлеб на кленовых листьях. Пекли на аировом листе. У него специфический запах и такой как бы немножко горчинка такая присутствует. А клен какой эффект дает? А клен аромат дает. И еще пекли на капустном листе. С наступлением вечера гости спешат на главное музыкальное событие праздника – гала-концерт. В празднование подключается и президент страны Александр Лукашенко. Я ждал вот этого дня. Я знал, что я приеду на свою землю. Несмотря на то, что здесь тоже будет, как обычно, тысячи людей, но здесь я себя чувствую хорошо. Вот что такое земля. Я это все клоню к тому, чтобы вы берегли тот уголок, где вы родились, где вы когда-то босиком пробежали по мягкой траве, где вы на санках или на лыжах бегали, катались, где вы учились. Где бы вы ни были, я проехал весь мир, меня всегда тянуло на родную землю. Цените эти мгновения и эти времена. С самым магическим народным праздником гостей поздравляли мастера искусств Белоруссии и Украины. А гости из России даже остались с сольными концертами. Александр Буйнов пел под аккомпанемент Могилевского оркестра народных инструментов имени Иванова. Пел, конечно, самые народные песни и говорил о насущном. Я не могу без комплиментов обойтись, поскольку пока мы сюда ехали, я подумал, не буду очернять, так сказать, нашу Московскую область, но я приехал в деревню жить 15 лет назад. Там еще были коровы и свиньи. Сейчас там ничего нет, а у вас есть. Своим, кто мне работает, повариха там в доме, покупаете только белорусский продукт. Это тоже не в качестве рекламы, потому что я знаю, что этому качеству можно доверять. По маршруту Киев-Александрия с сольным концертом приехала на праздник и Вера Брежнева. Я сегодня ехала по Беларуси, мы ехали на машине вот самой Украины. Я чище и аккуратнее страны просто не видела. Я очень благодарна руководству, я очень благодарна всем людям, которые занимаются тем, что ваша страна выглядит именно вот так. Я с удовольствием приезжаю в гости, каждый раз для меня это большая радость. Спасибо вам большое за то, что вы есть и за то, что вы именно такие. И какое купали без обрядовых танцев и костров. В полночь на противоположном берегу Днепра запылали огни, а небо расцвело салютом. Праздник продолжался и в воскресенье. Фестивалем льна, керамики и, конечно, чествованием лучших в агропромышленном секторе. Более 140 человек награждены почти в 20 номинациях. Таким оказался первый опыт торжественного награждения работников села по результатам республиканских и региональных сельхозсоревнований. Каждый из передовиков волнуется. Очень люблю свою работу. Работаю уже 34 года. Уже много раз была победительницей. У меня уже третий или четвертый диплом. Приятно, конечно, довольна. Ощущения непередаваемые. Потому что эффективность производства в наше время – это основное. Я считаю, что производство должно быть всегда эффективным. И вот если в номинации эффективности производства, особенно сельскохозяйственной продукции, это ощущение какое-то другое. Спасибо за работу – приятные слова, которые желают услышать все без исключения. Поэтому слова благодарности работникам села будут говорить чаще, не только на дожинках. Второй день праздника Купалья в Александрии посвятят именно этому, проинформировал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Руссий. Тем более, что работа на земле тяжелая, да и развитие этой отрасли требует значительных сил. Много делается для того, чтобы снизить себестоимость, чтобы увеличить конкурентоспособность. Конкуренция жесткая идет на рынках. Нам надо не уступать, и мы не уступим. И это позволит нам выйти на те параметры по заработной плате. И задача поставлена главой государства – выйти на саму купальность. К слову, не стоит забывать, что праздник Купалья у наших предков был своеобразной подготовкой, подзарядкой перед самым главным событием – уборочной. Усиленные меры безопасности на свинокомплексах Могилевской области дают положительный эффект. Случаи африканской чумы не регистрируются. В хозяйствах считают лучше лишний раз перестраховаться. Африканской чуме на комплексах зажжен красный свет. Строгий санитарно-пропускной режим в хозяйствах области ввели еще и в 4 года тому назад, когда в России была вспышка африканской чумы. Теперь его усилили. В агрокомбинате «Восход» Могилевского района понимают – безопасность важнее всего. 34 тысячи поголовья свиньи – одно из самых крупных в области. Биологическая защита на высшем уровне. Никаких посторонних. Транспорт попадает на комплекс только через ДЭС-барьер. Работники исключительно через санпропускник. У нас есть прачечная, у нас есть раздевалки, у нас есть все необходимое для того, чтобы человек, придя на работу, мог передеться, вымыть сам себя и дальше работать на производстве здесь. Мы жестоко подошли к вопросу содержания в личных подворьях работающих свиней. Просто поставили условия. Если человек хочет их содержать, он должен уйти с работы, так сказать, уволиться, с свиноводческого комплекса, где находятся 3-4 тысячи свиней. Чтобы не допустить проникновения остроинфекционного вируса, все подъезды к комплексу под контролем. Поставлены вот такие знаки. Автомобильную дорогу с Гомельского шоссе в Могилёв, которая проходит через хозяйство, с разрешения райисполкома вообще перекрыли. Плюс внимание диким животным, которые тоже могут быть переносчиками опасной болезни. Лесов вокруг восхода хватает. Биология свиньи, она, значит, одинакова, как и в дикое животное, так и в домашней нашей свиньи. Но, в принципе, и кормовая база, вокруг кукурузные поля. Поэтому жесткий регламент, так сказать, плодострела всех животных, которые, так сказать, вокруг свиноводческого комплекса. Будто бродячие собаки, будто дикие кабаны. И это далеко не все меры против возможного принятновения на свинокомплекс африканской чумы. То же самое и в других хозяйствах Могилёвщины, крупных и мелкотоварных. Покупатели могут быть спокойны. Свинина, производители Могилёвской области, безопасна для употребления. На сегодняшний день в Могилёвской области, значит, обеспечена, можно сказать, биологическая защита комплекса, синотоварный ферм. И этого заболевания на сегодняшний день у нас нет. Лето в разгаре, и в разгаре подготовка к уборочной. Откладывать нельзя. Все знают, летний день год кормит. И вот ключи от новеньких комбайнов представителям хозяйств области вручил председатель Могилёвского облсполкома Пётр Рудник. Александр Сиваков 8 лет в сельском хозяйстве. Говорит, работать приходилось на разной технике, но на такой впервые. Тут не только кондиционер и холодильник. Компьютер бортовой. На ней видно все, что в комбайне делается. Потери, датчики по двигателю все, по всему комбайну полностью. Все видно. Конечно, надо немножко будет постараться потечь, чтобы разобраться. Чтобы привыкнуть к новому оборудованию, потребуется время. Но опытных механизаторов это не пугает. С наступающим праздником, с новой техникой. Ну и там уже пора тот угол завершаться, как мы договаривались. Долгожданный момент, когда документы на новые машины в руках пилотов. Ведь не за рулем, а за штурвалом придется дальше работать. Еще одно поспорье вам. Чтобы было результат. Конечно, новые комбайны не в качестве подарка. Приобретены хоть из-за государственной деньги, но в лизинг. Хозяйство вернут их стране мясом, молоком и зерном. Такое рациональное вложение в техпарк Могилевской области не первый раз. В этом году она получила 50 новых тракторов. А в результате наш регион первым в стране закончил посевную. Затем была сотня кормозаготовительной техники. Результат тоже не заставил себя ждать. Сегодня по сводке, которая на утро у меня, я там поинтересовался после отпуска, 12 центнеров, чуть-чуть больше, но 12 центнеров кормовых единиц на одну условную голову Могилевская область уже имеет. Это самый лучший показатель, который есть у нас в стране. И вот оно, новое обновление техпарка региона. И его мечта навладить в будущем полтора миллиона тонн хлеба стала еще ближе. А вот еще новость. И вкусная, и приятная. В этом году у нас появятся три новых комплекса по выращиванию форели. Так что готовьте специальные ножи для рыбы. Ну а наш агрогид готов рассказать вам о самых важных новостях. Сельхозорганизацией Могилевщины на техобслуживание зерноуборочных комбайнов выделено 6 миллиардов белорусских рублей. Всего в уборке урожая будет задействовано более 1600 комбайнов. Имеющиеся в наличии парк техники позволят убрать зерновые, если не подведет погода, в оптимальные агротехнические сроки за 18-20 дней, отметили в область льхозпроди. Более 20 тысяч человек будут обеспечены уборочную страду горячим питанием. Все 170 пунктов общественного питания на селе готовы к работе в горячее время уборки. Проведены косметические, а где и капитальные ремонты. Обновлен инвентарь и оборудование. Столовые окомплектованы поварами. В ряде хозяйств для работников уборочную страду организуют бесплатное питание, а в другие будут взиматься не более 10-20% стоимости обеда или ужина. Старые знакомцы, деревеньки, жители деревни Сухари Могилевского района снова отдают дань своей истории. Здесь отпраздновали освобождение деревни от немецко-фашистских захватчиков. Ведь именно с этого началось вызволение всего Могилевского района. В деревне Сухари день памяти вспоминают тех, кто в далеком 44-м освобождал Могилевский район. В этом году празднование памятной даты решили совместить с открытием долгожданного Музея воинской славы в соседней школе, носящей имена сразу двух героев Союза – Михаила Терещенко и Юрия Двужильного. Бывший директор школы Вадим Францевич вспоминает, в свое время именно в Сухарях прошел первый всесоюзный поход по местам боев батальона капитана Двужильного. Писатель Фролов, он организовал этот всесоюзный поход. Тут были из Кемерово, из Донецка, из Нарофоминска. На проне стоял фронт очень долго. Они расположились на этой проне. Из Пашкова военную часть привлекли. Те приехали с большой летучкой такой и озвучили все это. То есть и снаряды рвались. Понимаете, знаете, как это все озвучено было. И подручными средствами дети переплавлялись как в то время. Это была как раз юбилейная дата, понимаете. Предмет особой гордости музея – письма родных оборонцев района со всего Союза. С ними сухаревские поисковики связывались, собирая материалы для музея. Спасибо вам, красным следопытам, администрации школы, за ваш вот такой неоценимый труд, что вы нашли нашего сыночка. Где он погиб? Мы не знали, где его могилка. Теперь скажите, как проехать в Сухари. Как, значит, поцеловать эту землю, где сын погиб. Своё военное прошлое вспоминают сухаревцы с гордостью и грустью, а на современную деревню смотрят с радостью. Крепкое хозяйство, счастливые люди. Самое время жить не тужит, да решать насущные вопросы. Я рад, что ко мне люди всегда идут с надеждой, что получат решение данного вопроса. Поэтому та проблема, которая по обеспечению газа, ну, долгая мечта была. Её, что Владимир Николаевич Коноплёв начинал, её помощь большая здесь в решении этой проблемы. И мы эту проблему разрешили. Да, есть проблемы по благоустройству населённых пунктов, это дороги, улицы. Мы их потихоньку, эти вопросы тоже решаем. И в этот день, вспоминая своих освободителей, жители Сухарей будто дают себе за рог жить. Достойно и честно, так как самим героям прожить так и не удалось. Когда пролистываешь журналы, из серии «Делаем сами» просто диву даёшься. Чего только не придумают люди, как только не обустраивают свои участки. А когда таких людей встречаешь в жизни, хочется сказать им спасибо за то, что вдохновляют нас. Деревеньке удалось познакомиться с Лидией Кондричиной, доморощенным ландшафтным дизайнером. Только я помою. Я так никогда не помою. Тому, что овощи и фрукты нужно обязательно мыть, Дима научила бабушка, а точнее прабабушка Лидия Кондричина. Всю жизнь, рассказывает, проработала детским врачом, а теперь на пенсии. И главное увлечение, после воспитания Димы, конечно, дача. Особенно любит экзотические растения. Вот это всё, что цветёт. Вот это. Вот это кнефофия. Вот это лаванда. Вот возьмите веточку и понюхайте. Значит, так вот она цветёт. Я ножничками так срезаю. Красивый бордюрчик получается. А это засушиваю. Можно делать подушечку. Спать хорошо. Можно в чай. Идёт как лекарственная. Лидия Яковлевна – человек увлекающийся. Это видно потому, с какой любовью она обустроила свой участок. И всегда готова к экспериментам. Однажды открыла журнал. И там диван, кровать, газон. Я так встала и думаю, нет, это я не оселю, но вот кресло я сделаю. Лопату взяла и за 8 часов настерила. Нарезала просто дёрен, ложила друг на друга, поливала. И получилось кресло. Я могу сесть? Пожалуйста. Я села. Динозавр вас не укусит? Нет, не укусит. Динозавр меня не укусит. Мы с ним дружим. Даже снежный человек побывал в гостях у хозяйки и оставил свой след. Лидия Яковлевна, её внучка Ира и правнук Дима встречают гостей приветливо. Хоть работы у них каждый день хватает. Зато как приятно рассказать гостям, что да как. Тут у нас клубника, земляника. Там ещё у нас и ты растушишь. Боже, что... В общем, хвойная виноград. Ну, немножко напоминают нам юг. Поэтому... А вы часто бывали ли на юге? Ну, я бывала на юге с мужем. Умер 18 лет назад. Ездили часто, недалеко. Анапа, Деса. Но сейчас вот мой юг. И даже экзотические фрукты, а точнее их младшие товарищи, у Лидии Яковлевны встречаются. Мини-киви или актинидия. А что, никакие они растают? Они вырастают примерно, ну, вот такой величины, сантиметра 3. А по вкусу? А по вкусу, вот, вкус киви. Это мини-киви. Нет рядом сильного мужского плеча. Но Лидия Яковлевна справляется. Вот этот симпатичный колодец сама сделала. Взяла бочку, осмолила с обеих сторон. Одну треть в землю на рубероид. По технологии, как положено. И вот я сделала такой колодец. Ну, а журавлик просила бондаря, заказала. Ну, и получилось неплохо. По всему саду множество уютных уголков, которые глаз радуют. Мне очень нравится это место, потому что здесь можно посидеть, пригласить друзей. И мы с бабушкой очень любим здесь сидеть. И я ей читаю всегда. Кукла, ясные дни миновали, и Маруся опять стала хуже. Ценят ли ваши дети и внуки вот этот райский уголок, созданный вами? Очень. Могу расслабляться. В чем это выражается? Что они говорят? Сейчас. Не надо стесняться слез. В заключении могу сказать одно. Если что-то не будет ладиться, пойте. Ведь сами знаете, нам песня строить и жить помогает. Ну, и, конечно же, работать на приусадебных участках. Земля любит, чтобы ей кланялись. А мы и не против. На этом разрешите откланяться, назначая встречу в деревеньке через недельку. Субтитры создавал DimaTorzok